Октябрьский район Пермского края Гармошка как мостик дружбы между народами. Стоит улыбнуться, заиграть, затянуть песню и все друзья. Участниками 10-го фестиваля «Играй гармонь, звенечи стушка» стали музыканты из 16 районов Пермского края. Каждый год все новые коллективы приезжают в поселок Октябрьский показать себя и порадоваться успехом гармонистов-виртуозов. А начиналось все. А давайте вспомним, как все начиналось в 2005 году. Придумали музыкальный праздник сотрудники Управления культуры поселка Октябрьского совместно с Пермским домом народного творчества. Разослали приглашения. О своем участии сразу заявили музыканты из 14 районов Прикамья. Конкурсу пожелали долгой жизни. Так «Играй гармонь, звенечи стушка» стал сначала креевым фестивалем, а затем и окружным. Сюда с большим удовольствием приезжают гармонисты из Башкирии, которая граничится Октябрьским районом. Ой, дурман, трава, ой, дурман, трава, Говорил мне мил о любви слова, Целовал меня он счастливую, Ночь весеннюю, соловиную. Разница десятого фестиваля с первым лишь в том, что сцена стала выше и современней, зрителей больше, а душевность по-прежнему та же. Причем душевно как на конкурсной площадке, так и за кулисами, где артисты одновременно репетируют и знакомятся друг с другом. Впервые в гости к Октябрьцам приехал казачий ансамбль из Лысьвы Ермакова-Братина. В принципе, русская народная песня мало чем отличается от казачьей песни. Казачья песня – это харизма, воинский дух и ритм, привязанный к ходу коня. То есть это шаг, рысь. Казаки привезли на выступление новую дорогую гармошку. Нет, это простая, хорошая, домажорная гармошечка. Роспись, говорят, что ручная. С нашей земли Ермак пошел Сибирь покорять, говорят артисты. Дома на Лысвинской и Чусовской земле они пропагандируют среди взрослых и детей казачьи песни. ПЕСНЯ Также в первый раз приехал покорять сердца жителей Октябрьского района Эльшат Габдулин из села Аскино, что в Башкирии. Верная подруга Эльшата – тульская гармошка. Год ждал, когда ее изготовят. Цена гармоники превышает 100 тысяч рублей. Потому что каждый раз цены растут дорого, очень дорого. Но не пожалел, что приобрел. А у него цельные планки метные с обеих сторон. И все мягкое, ну как это, современное сделано. Пригласил на фестиваль Эльшата друг. Музыкант из башкирского села Кубиязы Аскинского района Равиль Салихов. Он давно полюбил Октябрьскую сторонку и приехал сюда в пятый раз. Как? Вообще, все нравится. Музыкант из башкирского села Кубиязы Аскинского района Равиль Салихов. Сначала в 1762 году стеклянная гармоника была у американского политика Бенджамина Франклина. В 1822 году немецкий мастер-христиан Фридрих Людвиг Бушман добавил к губной гармошке меха. Спустя 7 лет, в 1829 году, русский мастер Кирилл Демианов усовершенствовал этот тип гармоники. Смастерил корпус из двух крышек с клавиатурами и меховой камерой. Исторически сложилось, что родоначальницей массового производства гармонии в России стал город Тула. Зимний вле вечера в снежный и весной голубой, Радостно, трепетно, нежно, пела гармон про любовь. Каждая девушка знала, парню припав не дыша, В старой кармошке звучала песня живая душа. На фестивале много семейных ансамблей. Сейчас поют Валентина и Николай Вшивковы из села Ясаул Чернушинского района. А на сцену собирается семейный ансамбль Идиатулиных из деревни Отнягузи Октябрьского района. Меня зовут Араху Гаян, я старший брат среди них. Потом Хидус брат, младший Одесь. Ну как бы это у нас семейный подряд получается с крови. У нас родители играли. У двух братьев тульские гармошки, у одного – шуйская. Любимые наши мелодии, говорят музыканты, свои, деревенские, непременно старинные, которые пели наши родители. Участницы еще одного семейного ансамбля «Родня» из деревни Собарка Суксунского района «Как два солнышка». «Родня» – это две сестры – Светлана Безукладникова и Ольга Бабушкина. Им аккомпанирует дядя Михаил Сычев. Для Михаила гармошка вместо таблеток. Лекарство, вот для меня лекарство, я каждый день, даже телевизор смотрю, реклама идет, поиграл, устал, поиграл, сразу будешь. Ольга и Светлана стараются не пропускать подобных фестивалей. Разучиваем материал пополнения, то есть репертуара. Даже костюмы посмотришь, у кого-то такие, у кого-то такие, что-то возьмешь оттуда, отсюда. Тоже недавно, не подшили, вот нынче летом буквально. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Фестиваль «Играй гармонь, звенечистушка» появился в Октябрьском районе не на пустом месте. Встречи музыкантов в далекой Пермской глубинке стали продолжением праздника, продолжением передачи «Играй гармонь, любимая», которую вел на Первом канале композитор Геннадий Заволокин. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Десятки гармонистов из Пермского края участвовали в его программах. В 2001 году Геннадия Дмитриевича не стало, но дело главного гармониста России живет. Ряды гармонистов ширятся, и даже в детских школах искусств по стране то и дело открываются гармонные классы. ПЕСНИ РУССКИЕ И ГАРМОНИ Для зрителей 10-го юбилейного фестиваля «Играй гармонь, звени, частушка» было большой неожиданностью увидеть на празднике супругу Геннадия Заволокина Светлану Дмитриевну. Гармонисты, берите себе по одному ученику хотя бы, и чтобы я к вам приехала лет через пяток, и уже поросль молодая была на сцене. ПУСТЬ ЗВУЧИТ НЕУГОМОННЫЙ РОДНИК ЧАСТУШЕЧНО-ГАРМОННЫЙ С ЛЮБОВЬЮ ГЕННАДИЯ ЗАВОЛОКИН Не зря фестиваль называется «Играй гармонь, звени, частушка». Частушкам, как и гармошкам, здесь почет и уважение. С программой, состоящей из одних частушек, прибыл на фестиваль ансамбль «Беседа» из поселка Голдыревского Кунгурского района. Исполнительницы сами придумывают короткие юмористические четверостишие. Она и заиграла двадцать пять на двадцать пять, а вот она и загуляла на шабала ДТ-5. Я у зеркала стояла, примеряла кусики, а у милого, у мобов, а черненькие усики. Частушкам, как и любви, все возрасты покорны. Коллектив под названием «Частушка» из поселка Юг Пермского района состоит из одних пенсионеров. Мы, бабулечки, нигде не пропадем, только бед наших полюбит, все равно их отобьем. Гармошка у ансамбля мудрая, многоповидавшая. Своему хозяину Юрию Салтыкову она досталась от мастера-самоучки из города Кунгура. Она досталась мне от одного человека, как подарок, около тридцати лет ей. Ирина Шилова из Осы, профессиональная частушечница. И гармонистка. С инструментом дружна 50 лет. Сочиняюсь сама. А когда на наших фестивалях объявляют меня, то и в одном. Сама, говорит, сочиняет, играет и поет. Ирина Шилова неоднократная участница телевизионной передачи «Играй гармонь». Записывает все эфиры своей любимой программы и просматривает их по нескольку раз. Зрителям, которым и без того было весело на празднике, предложили поучаствовать в марафоне частушек. За лучшее исполнение был обещан подарок – сувенирные часы с праздничным логотипом. Публика по мастерству не уступала артистам. Кто следующий-то? А мне мило изменило. Я сказала, наклевать. Я такого лебушонка. Решетом могу поймать. Вот так вот. Ну, следующий, кто готов? Сегодня еще парадная частушка. Каждый год играет гармонь, здесь у нас проводится. Отсюда, там, сюда гармонисты сходятся. Ну, кто еще поддержит первого парадного деревня? Валера Вилисова. Виле не целует, вот какой он молодец. Тут свои большие губы бережет на холодец. А про весны, ты наша частушка. Валера Вилисова. Приз по решению жюри и зрителей вручили супругам Кордюковым. Вот живем уже с мужем Кордюкова, Василия Денисовичем, 40 лет уже живем. Он у меня ведет активный образ жизни. Частушки все сочиняют везде по району. Вот такие часики, очень довольные. Не ожидали, что мы такое выиграли. Вот такие автографы, жюри даже нам. Все попросили, жюри все, автографы дали. Но в первую очередь подошлись отстания Дмитриевны Заволокиной. Фестиваль – это еще и минута молчания. Все зрители встали, чтобы вспомнить ушедших гармонистов, которые еще совсем недавно стояли на конкурсной сцене и веселили жителей поселка. Среди них Виктор Балев. Виктор Балев – участник Великой Отечественной войны. Радист. Всю войну прошел с полубаяном, подбадривая бойцов. Было трудно, но инструмент не бросал. Жаль людей, которые погибают все-таки. И вот обычно я тогда играл такие, но пасмурные игры, невеселые. А если вот без потерь, да хорошо все во время привала, останавливаемся, я достаю гармошку, начинаю играть. С приветствием к зрителям и конкурсантам поднялся на сцену Виктор Лихачев. Он специально приехал в поселок Октябрьский из города Сосновый Бор Ленинградской области, чтобы послушать уральских артистов и исполнить песню «Растет в Волгограде березка». «Растет в Волгоградской области» Молодой и обаятельный комик «Растет в Волгограде березка» Молодой и обаятельный комик-пермяк Анатолий Полуянов – любимец публики. Он участник из самой отдаленной территории города Кудымкара. Однажды Анатолия уже признавали победителем конкурса «Играй гармонь, звени частушка». «Растет в Волгоградской области» Анатолий Полуянов играет на стареньких гармошках, которые в большом количестве везут ему люди со всего Прикамья. Он сам их реставрирует и настраивает. «Сам восстановил, сделал новое меха, кнопочки сделал, покрасил все. Голоса настроил. Она очень звонкая. И этим пробивает народ, звук. Я привык с народом быть всегда». В самом крайнем списке участников оказался житель поселка Октябрьского Валерий Вилесов. Закончил музыкальную школу по классу баяна, а играет на гармошке. Гармонь, говорит Валерий, сама душевность. Она во многом отличается от других инструментов. Вот так стоило заиграть Валерию Вилесову, как зрители тут же пустились в пляс. А жюри, между тем, предстоял серьезный выбор. Судьи на фестивале строгие. Например, Владимир Апарин, обладатель прекрасного голоса с уникальным тембром, многократный лауреат всероссийских конкурсов «Играй гармонь». Гармонист золотой десятки России. Есть больные люди, а есть во всю голову больные. Это мы гармонисты. Что нас ни свет ни заря подними, хоть куда. Гармонь под мышку и только в путь. И все. Паради я в сторонке пройдусь, Мне рукою всемашу квадочка, Я на всю золотоглавую русь. Прославляю родную гармошку и страдания, и перебори. Дом и пласка, сердце любое, А меня, да какой уж ты спорь. Навсегда ты лишила покоя. Фестиваль состоялся. При поддержке Министерства культуры, молодежной политики И массовых коммуникаций Пермского края. В рамках краевого проекта Фестивальная прикамья. 59 фестивалей 59 региона. Абсолютным победителем среди гармонистов Стал музыкант из Октябрьского района Валерий Вилесов. Очень рад, что именно в 10-й краевой юбилейный праздник Играй гармонию «Ничтушка» Я стал победителем. И что наши жители поселка и районы горды наверняка моими успехами. Заиграй повеселее, Легче, чтоб жилось. Без гармошки не пресея, Так уж повелось. Планки золотом горят, Гармонист лихой. На Урале, на Алтае, Вместе с нами бой. Субтитры создавал DimaTorzok